мои любимые бутербродики кофе недавно только вот открыла для себя такое сочетание вкусное филадельфия это рыбка красная и авокадо очень вкусно ну и нутелла красота вкуснота жирнота всем доброе утро еду водить машину распечатали мы знаки что я студент что я учусь сейчас поеду хотела повыезжать а сзади машины стоят слишком близко я смогу выехать виталь вот вчера я честно посмотрела несколько видео как выезжать но смотрите что и распечататься что муж распечатал формат другой чуть-чуть сделать они разглядят эту надпись это их надпись да это стандартная а туфельку не надо было мне еще нарисовать что я совсем дурачок дурачок дурачком люди лодочку привезли на она уже покатались потому что уже холодает это смотрится теперь вот так please be patient student driver вот так вот все я поехала удачи мне удачи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девочки Все понятно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дело в том, что мы здесь уже живем полгода И это для нас Для меня Такой немаленький срок Все-таки Для нас это самое большое такое Путешествие Самая большая перемена места жительства в жизни Мы много раз меняли место жительства Но, как правило, в рамках Двух маленьких городов Находящихся рядом друг с другом То есть мы переезжали, мы жили в Ростове И какое-то время под Ростовом в Батайске Мы жили Меняли квартиру, меняли дома Но настолько вот так, что далеко, конечно Никуда не уезжали И вообще даже за границей мы до этого ни разу не были Но не хочется, если честно, в это погружаться Хочется из этого вылазить И все-таки Раз мы планируем здесь пока что По крайней мере жить Все-таки нужно ассимилироваться в общество Контактировать С этим обществом Учить язык Не опускать руки Все такое Я думаю, за эти годы пройдет еще Точнее, будет много таких периодов Когда все опускается Руки опускаются И вообще хочется обратно И тоска, и так далее И тому подобное Это нормально для человека Вполне такое нормальное его состояние Тем более, когда ты Все оставил Все накопленное Непосильным трудом на родине Когда там было такое Достаточно неплохое положение Когда ты мог себе Гораздо больше позволить Всего, чем ты можешь себе позволить здесь То этот процесс Привыкания вообще Становится гораздо труднее Но я верю Но я верю, что мы справимся Потому что мы этого хотели Мы это сделали Будем справляться и дальше Делюсь с вами Потому что Хочу просто показать, что Не все так просто Я вообще не знаю таких людей Которые вот так оторвались Сорвались куда-то И моментально вписались И все забыли Все, что было с ними И что было у них там на родине Это на самом деле Не все так просто А вообще я читала, что Для такой акклиматизации Нужен год, а лучше два Как правило, два года Может человека вот так Ломать туда-сюда Сейчас будем собираться С Валей Скоро на карате А у меня варится гречка Почему я не успеваю? А папа наш работает Валя наряд на сегодня Каратешный Валя каратистка Валя Ты что, собачку выгуливаешь на поводке? Мы прибыли на карате И там все занято сейчас Там тренируется младшая группа тигры Тигры начинающие И там просто весь зал В этих тиграх, малышах Поэтому мы вышли Вышли на улицу Чуть-чуть Подождать И Валя уже успела свалиться У нее уже Грязные Грязные штаны Главное, я вижу даже отсюда Валя друзей с собой набрала И сказала, чтобы они сидели Не отвлекались и смотрели Как Валя будет сейчас показывать Все приемчики Каратешные Поэтому Миша уже Сколько лет? 100 лет в обед, да, Миша? Нет, ему 3 годика Я имею ввиду, что Понятно, что ему 3 годика Я имею ввиду, что Это самый первый Мишка практически Самый Которому купили Которого Ей купили Самый лучший Миша на свете Валин У нас с ним уже не расстается Года 4 Это точно Вот он уже у нас такой Да, ему 4 годика Мишка старушка наша Валя натренировалась Встретили там русскую девочку Она ей помогла Девочка Анфиса Живет Уже давно здесь Да, она Вале подсказывала Что нужно делать Классные нам тренеры такие попались Они веселые Они делают игровую Урок в игровой форме В общем такие И видно, что они горят этим делом То есть не просто там Отбывают Время на работе Они прям вообще вовлечены Они с детьми Так классно ладят Сами они не американцы То есть это Тренеры все Из Мексики Молодые Я решила приготовить детям Сырники И заодно что-нибудь вам рассказать Чтобы не мне не было скучно Не вам Буду готовить Из вот этой огромной банки Ну наверное Я возьму половину Потому что из банки Получится целая гора сырника На днях проходила инспекция Квартир Что-то я не получила Писем об этом Обычно они должны Присылать письмо Что будет проходить инспекция То есть как-то Не знаю Подготовить квартиру К этому делу что ли Может до меня Просто письмо Само не дошло Но Они пришли Утром Женщина из офиса Привела какую-то Еще одну женщину Они просто зашли Ну сказали Что здравствуйте Там у нас инспекция Все дела Зашли в квартиру Пофоткали что-то Прошли чисто в нашу спальню В зал Туалет один посмотрели По детским комнатам Не хотели Наверное увидели что там дети Я не знаю Видимо они проверяют Насколько В хорошем состоянии Квартира Не разрушена ли она Окончательно Жильцами Балон Да Огромный Кило триста Здесь Кстати про квартиры У нас Был случай такой Что в квартире В апартаментах Курили Апартаменты Были предназначены Не то что предназначены Для курения Там Разрешалось курить И поэтому Люди собственно говоря Курили А здесь Могут курить не только Сигареты Но и разную Скажем так Запрещенную Страву Вот И возможно Они ее и курили В общем Люди обратились В администрацию Это действие никакого Вообще Не возымело Администрация Отмалчивается И люди Не знают Что делать Как им написали Что это Достаточно Здесь Такое Гиблое дело Жаловаться Никто Скорее всего Реагировать не будет Но я не знаю Так ли это На самом деле Они вызывали Вроде как Полицию И писали Сейчас Они хотят Довести дело До суда Что Квартира Непригодна Для проживания Из советов Им Один из советов Которые Люди им пишут Это Просто Съехать Забыть Про депозиты И Курить Не Разрешено Вот Я даже не знаю Что мы сняли В принципе У нас тут Ничем таким Пока Что не пахнет Здесь живет Много семей С детьми В принципе В этом плане Апартаментами Я довольна Жалко У меня нет манки Вообще В сырники Добавляла часть муки Часть манки Манкой я так и не обзавелась Я так и до сих пор Не посетила Русский магазин Потому что мы живем Вообще Фиг знает где И в Шарлотт Практически не бываем Мы вот за эти Практически Полгода Были в Шарлотт Наверное Не знаю Раза 3-4 Разрыхлитель По-моему Это дабл Это дабл Разрыхлитель Так Выгребаем Наш офис Наш офис Прислал Сегодня Письмо Что на днях Приедет Автобус Красный Который Берет кровь Кто хочет Может пойти сдать кровь Получат Эти люди Какую-то сумку В подарок Какую-то карту С 20$ И Обследование Бесплатное Тоже на холестерин То есть Заодно кровь Обследует на холестерин На что-то еще На железо Первый противень Сырников Готов С этой стороны Они вот такие Прям поджаристые С этой Чуть-чуть Потому что Я их перевернула Держи Сейчас мы Валю-то и измерим Давай Становись к стеночке Ближе Померили Валю Где-то 119 сантиметров Валим А Каше Давай Давай Становись к стеночке Прикормили кучу живности У нас тут И утки И целая гора черепашек Там плавает И там черепашки И там черепашки У них сегодня просто пир горой Все, пойдем Пойдем кататься на велике Очень много людей Занимается спортом Вот так даже Очень классно Мне муж цветы подарил Хвастаюсь нисколько розами А в Вот этим пакетиком Короче был в букете Пакет Я такого никогда не видела Может это Я такая недалекая Написано Нужно высыпать Или вылить Там по-моему Какая-то жидкость Воду Помешать И наверное Продлит жизнь Букету Такая у меня Супер ваза Потому что Пока что не до вас Нам Это из-под орешков Сейчас попробуем Какая-то гелеобразная Жидкость Ой Букет готов Посмотрим Сколько он простоит С этой жидкостью Спасибо Хоть что пять роз Потому что в Мексике Мне подарили Четыре розы Но муж еще одну докупил Но вообще Женщина Не хотела продавать Еще пятую Сказав что так не принято Зачем вам Пятая Когда нужно Четное количество дарить Здесь пять роз Все как положено У нас Светоприставления Еще и молнии Сверкают С хромом Чуды, что снега Такие Прям Скатистые